Вот это вот съезд так называемых питомниководов России. Почему я говорю, а может быть даже и международные, почему я говорю так называемые. И так как я любую свою фотографию, десятка, допустим, абрикосов, да, я их нахожу на 10, 20, 30 сайтах. В сумме это несколько сотен питомников их присвоили. Где ваши эти? Неужели все стали перекупщиками? Ну, у меня подозрение, что половина стала точной. А этот съезд, он должен был не просто так, он должен быть с плакатами. Вы должны были не просто сидеть там, читать эти журналы или что, вы должны были орать на всю страну, там наверняка были представители, это представительный съезд. Это же там, оно как мероприятие было такого масштаба. Меня тоже позвали, но я не мог поехать туда, потому что я бы там разнес, чуть не сказал, какой матери бы всю эту шарашкину контору. Вы понимаете, что вас заставили стать половину из вас перекупщиками, если не всех, продавать всякую дрянь. Только потому, что вас вытеснили с этой, вначале отравленные яблоки, груши, абрикосы, все, что на рынках круглый год, которые даже не портятся, настолько они несъедобны, что даже их это самое, бактерии, их бактерии не жрут. Представляете? Вы представляете? И вот это, вас загнали в угол, вы как эти, извините, вас загнали в угол, вместо того, чтобы выйти громко, вот всей толпой сказать, вы что, с завтрашнего дня, чтобы в России не было ни одного импортного саженца из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии. Почти выговорился, сейчас. О, и там же, на этом самом, в отчете, вот чем вы занимаетесь. Микроклонирование. Я обращаюсь ко всем, кто хоть один, хоть бы покажите мне дерево, плодоносящее из этого. Ведь счет пошел на десятки, на сотни тысяч саженцев. Уже который раз вижу, где только не вижу. И в Москве, и в Челябинске, а сейчас непонятно это где. Где, где? Я знаю, у вас впереди большие проблемы. Ни хрена они не идут. Ну хоть до плодошей доведите до один, а потом моросьте голову людям, тратите бюджетные деньги, которые нужны, Сергею Железову, которые нужны нашим кругу. В нашем кругу несколько десятков могут стать профессионалами. Я про них рассказывал, назвал Королевская Радь. Извините, Антон Валерьевич, хочу до конца уже это. Занимаю время, но до конца выскажусь. Еще пару слов кушать хочется иногда. Абрикос Мичуринский, клон Железова. Абрикос Мичуринский, вот все, что нарезал. Подошли к дереву, а на этом дереве за один год с 30-40 грамм, вот, не преувеличиваю, на глазах Елена Александровича Савельевича. Ее дурить нельзя, потому что она скажет, куда я попала. Вот, вернее, невозможно. Она не это самое. Это не лохотрон. Вот, вот она. Это абрикос Мичуринский увеличился в минимум три раза, только за один сезон. Почему, не знаю. Черенки, это, при одинаковом вырожае. Черенки нарезал. А как я узнаю, что будет дальше-то? И вот они. Черенки, даже цена 150 рублей. Фактически, она должна стоить по 150 долларов, а лучше по 1000 долларов. Потому что такие чудеса, чем дальше, тем больше приближаемся к Харьковскому саду. Я не преувеличиваю. Вот. Будут ли плоды, я плоды, не знаю. Вот. Ну, в общем, а вот этот, как раз Елена Александровна фотографировала меня. Это моя рубашка. Вот, видите? Вот это. Ну, как так? А я говорю, обеспечь ему условия. Что такое условия? Это подвой. Обеспечь 100% совместимость. И дерево показывает лучшее качество. Чуть, что не так, оно, дерево, включается в программу. Мельче, но больше, чтобы количество семян было больше. А ему дереву плевать, что оно не вкусные плоды дает. Ему главное дать больше плодов, значит, больше семян. А мы ему обеспечиваем родственное качество и получаем. И плоды, вспомните, те ведра. Мы на 200-е считали, потом бросили. Спутать почти невозможно. Вот. Скоро переходим на сертификацию. И все, видите, мы с этого насили. Да, ладно. Третий раздел отменяется. Может, вечно раз, но я узнаю, если я начну с третьего. Мы переходим к вопросам-ответам. Спасибо. 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 Спасибо.